Продолжение следует... ...матч женской суперлиги, чемпионата России... ...потому что довольно жарко даже нам с вами здесь сидеть, а им 90 минут выкладываться... Я вам хочу сказать, Лера, если... И матч начался, естественно, футболистки «Зенита» в форме «Электрик», а футболистки в центр... Татьяна говорит, прям руками разводит, дай, дай пас и... Так она и получает эту передачу. Ух, заблокировали. Заблокировали, не реализовали. Великолепная передача на 11 номера, прострел. А замыкать-то некому. Вот я могу вам сказать, вот если достаточно широким фронтом входит в штрафную, подача... ...очень опасно, Симоновская выбивает, теперь Сочнева выбивает... И здорово, Ника Белова, вновь в штрафную, надо сделать передачу назад! Ну, за... Она вместо того, чтобы сделать передачу на Татьяны Воды, делает передачу... Сочнева, здорово, на очень хорошей скорости и левой ногой. Левша, передача! А там, хорошая игра в касании, 77-го номера, но сейчас Сочнева должна забить! 1-0! 1-0! 1-0! Великолепный пас 77-го номера Зариповой, или это была Белова, Источнева, Левша, капитан команды. Как радуются наши девушки, вы посмотрели. Влижний, верхний угол ворот. Это именно то, что нужно было в конце первого тайма, для того, чтобы уйти с таким неким преимуществом. Посмотрите, как здорово она сыграла под левую ногу. Да, это Зарипова делает передачу, точную передачу в левую ногу. И левой ногой, с вторым касанием, она бьет в верхний угол. И галкипер здесь уже ничего не может сделать, для того, чтобы помочь команде в основном времени матча. Но это, собственно говоря, уже и не важно. Вторым темпом атакует Зенит. Передача на Шестерневу. Белова. 2-0! Второй гол! Второй гол! 2-0! 2 гола за 2 минуты! Но я вам говорил о том, что прекрасная передача сейчас Шестернева и где-то метров с 12. Как раз и Ника Белова, мне кажется, я не хочу забегать вперед, но, может быть, и обеспечила нам победу. Посмотрите, какой прекрасный гол с 11-метровой отметки головой через вратаря. И только коснулась пальцами рук Пономарева, но ничего сделать не смогла. Сейчас будет свисток об окончании первого тайма. Арбитр этой встречи. Ну что ж, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 впереди. Прекрасный результат. А то, что было в первом тайме, мы обсудим с Валерией Рысиной в перерыве нашей комендаторской позиции. Ну и, кстати, похоже, что и замены есть у Чертанова. Здорово! Хороший удар! Сейчас будет третий гол! Третий гол! На добивании вновь Белова сыграла. И великолепный удар Сочневой с метров с 20. И третий гол в воротах. Вот видно, как радуется Ольга Порядина. Ну так это не случайно, ведь 78 канал показывает этот матч и как раз впервые. Это первая трансляция женского футбола, женской суперлиги. В истории петербургского телевидения, мне кажется, вполне возможно, что и в истории всего российского телевидения это первая трансляция женского футбола. Пригодайте, друзья, помогайте. Нет, на самом деле нет. Я вам скажу, что я хочу сказать по центральному тюрьме, по федеральному каналу Морина. Я уже узнаю в лице. Ну вот сейчас удар издалека и хороший удар под перекладку неожиданных. Но у этой команды есть. Есть, посмотрите. Сейчас опять Татьяна Морина ходит в штрафную. Опасный эпизод. И удар, блин. Пас в штрафную площадь. И вот сейчас... Ох, какой удар на Ярске. А затем уже 31 августа сыграют здесь Коснодаром. Ну что ж, 3-0 победа Зенита. Голы забили кто? Капитан наш. Екатерина Сочнева. И два гола забила Ника Белова. Счастливые футболисты. А сейчас, наверное, будет интервью, да? Константин Гусак уже ждет. Вижу, там переминается. Переминается с ноги на ногу. Сейчас я думаю, что, конечно же, наш тренер Ольга Борядина находится в хорошем настроении. Обязательно она поделится своими эмоциями. Прекрасный матч. Ну и скажет ли он что-то. Понятное дело, что он расстроен. Наверное, не очень ему сейчас хочется давать интервью. Но будем надеяться, что Константин Гусак сумеет взять и у одного тренера. Продолжение следует... Продолжение следует...